Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дети видят ее, всегда ее берут руками, щупают, пробуют. Все хорошо с этим делом. Ягодный сезон в разгаре, где купить дары садов недорого и с гарантией качества. Всего к ликвидации задействовано 43 человека личного состава и 14 единиц техники. Пожар под Анапы на площади более тысячи квадратных метров. Тушение, очага возгорания было осложнено из-за сильного ветра. Готовим ее на мастера спорта. Уровень хороший. Турнир грации и красоты. В Анапе стартовали открытые краевые соревнования по спортивной гимнастике. Глава курорта Юрий Поляков считает, что штрафы за несанкционированную торговлю, по крайней мере в курортных городах, необходимо увеличивать. Об этом он сообщил на специальном совещании, посвященном развитию предпринимательства. Уже в ближайшие дни специальные мобильные группы будут мониторить ситуацию и выписывать протоколы. Вместе с тем в муниципалитете приняты новые правила благоустройства. Сервис торговцев должен стать менее навязчивым. Главный специалист управления торговли Владимир Саенко цитирует решение муниципального совета. Депутаты приняли его в феврале этого года специально к новому сезону. Теперь за размещение товара за пределами павильона или магазина полагается штраф до 5000 рублей. Александру Сарычеву предстоит прийти на заседание административной комиссии. На этих пяти квадратных метрах он уже около пяти лет. За это время, говорит, стоимость аренды выросла чуть ли не вдвое. Многие его соседи берут кредит на сезон. Сам он в долги старается не влезать. Выручают поставщики, которые дают товар под реализацию. В городской администрации настаивают на том, что частные инициативы не должны противоречить общественным интересам. По словам Владимира Саенко, часто такая реклама превращается в ползучую экспансию. Там, где проход узкий, жители и гости города вынуждены маневрировать. Здесь же въезд в город – первое, что видят приезжающие. Поэтому в муниципалитете намерены действовать последовательно и в рамках новых полномочий. Каждый день, сутки прошли, мы выписываем новый протокол. И так можно на протяжении всего сезона. Но обычно люди здравомыслящие, все понимают. Но бывают исключения, конечно, из правил. Будем выполнять поставленные задачи. Работу будут проводить 29 мобильных групп из сотрудников администрации во взаимодействии с полицией. Приоритетной целью остается борьба с нелегальной торговлей. Район пересечения улиц Красноармейской и Крымской. У столов никого нет, но продавцы на самом деле рядом. Им рассказывают о том, что для торговли существуют рынки. Один из них буквально через дорогу. Выписанные протоколы торговцы воспринимают уже как издержки профессии. Глава муниципалитета Юрий Поляков считает, что штрафы за несанкционированную торговлю в городах-курортах необходимо повышать. Мы собирались, главы курортных городов, мы говорили, что нам надо и в законе Краснодарского края рассматривать моменты, и вплоть до того, чтобы выходить на федеральный уровень. За несанкционированную торговлю в курортном городе, я считаю, надо выписать штраф 50-100 тысяч, чтобы больше у человека в голову не приходило остановиться торговать. По федеральному закону предупреждение 500-2000 рублей, и по 3-8 часть второй 5-1000 рублей. Со своей стороны муниципалитет выделил более чем на две трети меньше участков для размещения торговых точек на пляжах, и почти вдвое меньше по курорту в целом. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе настал любимый ягодный сезон. Богатый урожай клубники, черешни радуют и жителей, и гостей города. Где приобрести качественную продукцию по низким ценам, но при этом, чтобы она соответствовала всем санитарным нормам в нашем сюжете. На ярмарках-привозах сегодня ажиотаж. Ягодный сезон в самом разгаре. Сочная клубника вместе с наливной черешней раскупаются мгновенно. Люсене торгует вместе с мужем. Сегодня их знают все постоянные покупатели. Семья Гдежатян здесь самого основания ярмарки. У нас тут все знают, к нам привыкли, цены нормальные, людей не обвешиваем, не обманываем, товар всегда свежий. Вот и все. Людям нравится, люди сюда приходят. Клубника, ягода, она всегда, вот дети видят ее, всегда ее берут руками, щупают, пробуют. Все хорошо с этим делом. Мы торгуем очень, ну, дешево, я думаю, достаточно людям, которые с малым достатком. Им это удобно и выгодно прийти на нашу ярмарку, приобрести нашу продукцию. Она свежая, всегда собранная, и цена намного дешевле той цены, которую выезжает там бабушка, дедушка, кто-то выставили. Они взяли за один раз цену большую, все, и больше их нет. Мы являемся постоянно здесь производителями, которые всегда проверенная ветеринарная служба, и продукция является, ну, чистейшим продуктом. С ними полностью согласны и покупатели. Проверенная продукция анапских фермерских хозяйств – это прежде всего безопасность. Торговля должна быть, во-первых, всегда законная. Вот, во-первых, тут есть сертификация, да, есть рекомендуемые цены. Это уже говорит о том, что это законное установление. Вот, я думаю, что такие выезды обязательно должны быть. Вот, и это больше привлекает покупателей, и покупатели видят, что продукция все-таки это наша местная. Ну, они привлекательны прежде всего то, что если они организовываются местной властью, ну, муниципальной властью, да, то, значит, она берет на себя ответственность уже и за качество вот этой продукции. И, ну, и я думаю, что здесь все-таки цены тоже как-то регулируются, да. Вот, тем более, если здесь продавцы, фермеры, они здесь как бы собраны на одном таком пятачке, на одной площади, то здесь не будет большой разницы даже в ценовой такой вот политике. Такие ярмарки – это качество продукции и низких цен от производителя. Ягодный сезон продлится до середины июня. Затем ему на смену придут фрукты. Как говорят сами продавцы, в этом году урожай обещает быть хорошим. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Анапе подвели итоги конкурса название лучшего предпринимателя года по отраслям. Как заявил глава города, главное, чтобы у бизнеса была общая с властью цель – развитие экономики и повышение уровня жизни в стране. Специальные дипломы получили два фермера. Лучших выбрали среди предприятий санаторно-курортного комплекса. Среди награжденных есть и крупный оздоровительный центр, и гостевой дом. Также среди номинаций торговли и общепит, сфера услуг, строительная отрасль, включая производство материалов и проектирования, а также женщина-предприниматель. Для участия необходимо было подать заявку. Среди критериев, с одной стороны, наращивание объемов, с другой – прозрачность и порядок с точки зрения налогов и выплата зарплаты. По предварительной оценке, поступление от курортного сбора в Анапе в сезоне 2018 составит порядка 13 миллионов рублей. На эти деньги предлагается начать работы по реконструкции главной набережной. Об этом сообщил заместитель главы города Эдуард Балмашев. Всем, кто занимается размещением отдыхающих, необходимо быть готовыми к 16 июля, когда вступят в силу новые правила. Согласно документам, отсчет начинается на вторые сутки пребывания. За этот и каждый последующий день отдыхающий, если он не прописан в Краснодарском крае, должен будет перечислить в бюджет по 10 рублей. Это тестовый режим, который позволит наладить саму систему сбора. Все полученные деньги будут направлены на развитие пляжей, скверов, парков, другой значимой общественной инфраструктуры. Контролировать эффективность расходования средств будут общественники. По предварительным расчетам, в первый год эксперимента планируется поступление порядка 13,5 миллионов рублей на развитие курортной инфраструктуры. На территории Анапы в качестве объекта курортной инфраструктуры, подлежащего реконструкции и модернизации, предложена центральная набережная, которая реконструировалась в последний раз 15 лет назад, в 2003 году. Глава города-курорта Юрий Поляков дал интервью телеканалу «Кубань-24». В Анапе делают ставку на развитие пляжных территорий, сохранение статуса главной детской здравницы страны, а также дальнейшее развитие как круглогодичного, многопрофильного курорта. Сама по себе Анапа всегда славилась хорошими виноделами. Те, которые были ранее в старые времена, потому что было очень много виноградников. Ну и у нас поистине осталось несколько виноделов. У нас так называемые винные туры. Я не говорю о туристических турах в горы, еще куда-то. Я скажу за виноделов. Гастрономические туры – все это присутствует, все это здесь есть. Как уже сообщала телекомпания «Анапа-регион», на пляжах в этом году торговля сокращена до минимума. В ходу будут безалкогольные напитки, мороженое и продукты в промышленной упаковке. По замыслу городских властей, пляж должен оставаться местом для встречи с морем. Муниципальное объединение курортных услуг закупило к новому сезону 11 тракторов «Беларусь». Это универсальные машины. Для каждой из них найдется работа. Также идет работа над тем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли самостоятельно заезжать непосредственно в море. Таких точек будет три – на центральном пляже, в Витязево и санатории Малая бухта. Наш город подтверждает звание детского курорта. Она полидирует по длительности и бюджетности летнего отдыха с детьми. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования жилья по результатам анализа брони отелей и апартаментов на грядущее лето. Курорты Краснодарского края и Крыма заняли первые 10 мест среди летних курортных направлений семейного отдыха. А Санкт-Петербург и Москва лидируют для экскурсионного отдыха. В первую десятку российских курортов по популярности летнего отдыха с детьми, кроме Анапы, вошли Сочи, Евпатория, Феодосия, Ялта, Суда, Калушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. Дешевле всего в топ-10 самых популярных обойдется проживание в нашем городе – 2000 рублей в сутки. Дороже всего в Ялте – более 2700 рублей. Анапа лидирует и по длительности семейного отдыха с детьми на курортах Кубани этим летом. Туристы бронируют летний отдых с детьми в Анапе в среднем на 11 ночей. Пожар под Анапой. В районе хутора Красный сегодня в половине 11 утра произошло возгорание мусора и сухой травы. Через два часа участок горения площадью более 1000 квадратных метров был локализован. Тушение было осложнено из-за сильного ветра. На тушение возгорания подано 7 стволов дельта. При необходимости спланировано привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации возгорания. На месте находится оперативная группа пожарно-спсательного гарнизона. Всего к ликвидации задействовано 43 человека личного состава и 14 единиц техники. В том числе от МЧС России 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. МЧС обращается к жителям и гостям Анапы с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности и не разжигать костры в засушливый период. И к другим темам. В спортшколе «Виктория» стартовали открытые краевые соревнования по спортивной гимнастике среди девушек. Более 300 спортсменок из нескольких муниципалитетов Краснодарского края прибыли в Анапу и вступили в борьбу за право стать сильнейшими. Краевой турнир «Здравствуй, лето» существует уже более 20 лет и неизменно собирает сильнейший гимнасток Кубани. На эти соревнования прибыли спортсменки из Краснодара, Новороссийска, Славянска на Кубани и Майкопа. В течение трех дней будут соревноваться в различных дисциплинах. Анапу представляют более 30 человек. У нас девочки уровень очень хороший. Одна из которых вообще у нас девочка сейчас только что привезла бронзовую медаль с первенства России Людмила Рощина. Она в составе сборной Краснодарского края. И еще одна девочка черкасовая элита, она выступает уже и по программе кандидата в мастера спорта. Она выполнила, готовим ее на мастера спорта. Уровень хороший. Как бы мы боремся. Спортивная гимнастика – это один из красивейших, динамичных, зрелищных и популярных видов спорта. Она является частью программы Олимпийских игр. В современной программе гимнастического многоборья обязательные и произвольные упражнения на брусьях разной высоты, бревне, в опорных прыжках и вольная программа. Мелинэ Попян занимается гимнастикой уже три года и достигла определенных успехов. Я хочу стать чемпионкой мира. Мне тут очень нравится. У меня хороший преподаватель. Иногда он бывает строгий, если не так что-то делаешь. Уже завтра будут подведены итоги соревнований. Участниц, занявших первые, вторые и третьи места, отметят почетными грамотами и ценными подарками. Кроме этого, гимнасткам присвоят новые спортивные разряды. Руслан Душевский, Анапа, регион. Управление имущественных отношений информирует о начислении арендной платы по договорам аренды земельных участков за первый и второй кварталы этого года. Необходимо обратиться в адрес управления имущественных отношений администрации муниципального образования для получения актов сверки взаиморасчетов и реквизитов для уплаты арендных платежей в администрацию Анапы по адресу улица Крымская, 99, кабинет 406. Телефоны указаны на экране. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 30 мая в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше ноля. Ветер северо-восточный – от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 мм ртутного столба. Температура морской воды – плюс 19 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего полторы тысячи рублей. «Витязь». «Анапа», «Самбурово», «254». Мы делаем спорт доступным. «Витязь». 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 «Витязь».